8 мая 1945 года в Берлине представителями германского командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против фашистских захватчиков, Победоносно завершена! Германия полностью разбавлена! 9 мая 9 мая – это особый праздник для нашей страны. Это день памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. День благодарности и признательности ветеранам и труженикам тыла за мирное небо над головой, за возможность жить, расти детей и строить планы на будущее. И несмотря на то, что из-за пандемии широкомасштабные празднования, посвящённые 75-летию Победы, отменены, это нисколько не умаляет значимость и важность праздника. Жителей нашей страны с Днём Великой Победы поздравил президент России Владимир Путин. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днём Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим. А наше отношение к нему священное. Это наша память и гордость. История нашей страны. История каждой семьи. Часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Миллионы падших не увидели, не дождались победы. Победы, о которых так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это. Бились до последнего вздоха. Отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки. Те, кто ещё не родился. Кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг. Советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, журн, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. После минуты молчания представители администрации, правоохранительных органов, казачества и общественности приняли участие в торжественном возложении венков и цветов к вечному огню и памятнику советскому солдату в сквере 40-летия Победы. Это наш самый любимый праздник, день 70-летия Великой Победы. Мы сегодня все благодарны русскому солдату, мы сегодня благодарны нашим ветеранам за то, что мы сегодня с вами живём под мирным небом, растим наших детей, радуемся жизни, занимаемся народным хозяйством. Хочу сказать, конечно, всем ветеранам, которые сегодня живы, большое-большое спасибо и вечная память тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Мы помним, мы сегодня в районе делаем всё для того, чтобы и наши дети, и наши внуки помнили о этом великом подвиге. Строим памятники, проводим мероприятия в честь победителей. Поэтому всем, конечно, нам здравия. Как сказал наш президент, мы ещё широко отметим 75-летие Великой Победы. Я уверен, что это будет после того, как закончится эта эпидемия. Но нам всем мира, добра, благополучия. Мы все в долгу перед нашими ветеранами за то, что они сделали для нас. Памятные мероприятия с ограниченным количеством участников, как того требуют санитарные нормы, прошли во всех поселениях района. Всего в районе 47 памятников военной истории. Все они являются объектами культурного наследия. В этом году этот список пополнился и памятным знаком, установленным воинам, пропавшим без вести. Его торжественное открытие планировалось провести 9 мая. Но из-за складывающейся ситуации торжества решено перенести. Памятный знак представляет собой композицию из журавлей, улетающих в небо, и колокола, отлитого из гильз, собранных поисковиками на полях сражений. На мраморных плитах выбиты имена солдат, павших за освобождение нашего района. Почти 70 лет они числились в списке пропавших без вести. Более 10 лет администрации района общественными организациями, войсковым отрядом Кубанский рубеж ведется кропотливая работа по уточнению фамилии бойцов Красной Армии, погибших за нашу свободу и независимость. На сегодняшний день установлены фамилии 18 600 бойцов и командиров. Более 5000 из них пало смертью храбрых на голубой линии в Славянском районе, на реке Курка, у хутора Свистельникова. 1698 бойцов пропало без вести при форсировании рек Протока и Кубань, в боях в лиманах и ереках на территории района. И сегодня по инициативе Совета ветеранов, войскового отряда, общественности района, общественных организаций установлен памятный знак советским воинам, пропавшим без вести при освобождении Славянского района. В год 75-летия победы имена воинов-освободителей Славянского района, которые числились в списках пропавших без вести, были увековечены. Их родные и близкие теперь смогут узнать, где погибли их отцы, деды и прадеды, прийти на это памятное место и поклониться своим героям. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Праздничный выпуск программы «События». Спасибо.